Какие че? Ну что, я вас всех поздравляю, мы читаем, не побоюсь этого слова, последнюю серию последнего сезона Гранда. Не как киношник, а крайнего, а последнего, да. Мы заканчиваем эту замечательную франшизу, я всех обожаю, люблю и хочу вам сказать большое спасибо заранее, вы все огромные молодцы и я надеюсь, что мы сейчас почитаем ее и все порадуемся, как же пасно вам написать. Перед пятым сезоном нам объявили, что это точно 100% финал, больше не будет. Я думаю, чтобы оценить масштаб этой потери, надо ее испытать. То ли трепет какой-то появился, что ли, то ли какое-то вот это ощущение, что ну вот правда, ребята, больше же не будет. До этой читки они прочитали все 20 серий, 21 серию мы не давали, не читали. Мы предпринимались попытки выкрасить сценарий. Ну что, господа, давайте тогда разводим сценарий, да? Почему мы решили это сделать? Ну это показалось важной какой-то классной штукой, это как видео со свадьбы или с выпускного. Попытка ухватить это мгновение и не забыть его, потому что это все-таки финал большой-большой истории. Конец серии. Это первый раз, когда пишут эти продолжения сезона. Мы заканчиваем прямой эфир, друзья мои. Изначально мы планировали продолжение, перезапуск, но этот сезон вписался как финальный для главной героини Ксюши Задгородни. У нас уже были мысли по поводу продолжения, по поводу шестого сезона, но поскольку у нас тут произошли какие-то пертурбации и мы переходим на новый канал, мы пока решили сделать паузу и посмотреть, что будет. В всяком случае, история загородного отеля Грант точно заканчивается, потому что декорацию мы разрушили. Наверное, он самый насыщенный по количеству линий героев событий. Здесь совершенно нет каких-то проходных историй, они все влияют на общую экосистему нашего отеля. Если смотреть так вот на весь наш сериал, у нас обычного, повторюсь, нормального человека нет ни одного. У каждого есть какой-то маленький тараканчик в голове. Да, у нас некоторые персонажи прямо вот на грани не то что эксцентрики, но слегка существуют в каком-то своем мире. Мы специально добавляли им такую странность, потому что за ними тогда интересен наблюдать. Доброго денечка! Доброго добрейша! Стояла задача перед авторами придумать соперницу для того, чтобы усложнить взаимоотношения Юры и Ксюши. Во время этих отношений на расстоянии. Как ты думаешь, Юрочке понравится? Мы начали придумывать, а кого у нас еще не было. Мы, в принципе, в последние годы именно так и работаем, потому что, когда ты начинаешь проект, все довольно просто. Ты берешь любую схему взаимоотношений людей, у тебя еще это не существовало в проекте. А когда ты понимаешь, что вот это было, вот это было, а это было в первом сезоне кухни, а это в третьем сезоне Леона, а это в первом сезоне Гранда, ты понимаешь, что, ну, так, а что и так, чего еще не было? Наши замечательные авторы нам подкинули абсолютно сумасбродного человека, непредсказуемого, который движим любовью, совершает очень странные поступки, и хорошим это вот такой двигатель вот этого нового персонажа. На уши просто поставила весь отель, влюбила в себя всех мужчин, даже дошло до криминала. Прекрасная женщина. Я хочу сказать отдельное спасибо, благодарность нашим художникам по гриму, потому что я сопротивлялась руками и ногами, говорила, что вы, какой парик, какой парик, вы мне сейчас, ну, мочалку, что ли, какую-то на голову наденете? Ну, какой парик в наше время? Давайте придумаем что-нибудь, что угодно, но не парик. Меня убедили, что именно парик, и это будет естественно и прекрасно. И в результате мне пишут все мои друзья-коллеги, говорят, Ксюша, как тебе идет, как тебе замечательно. Кто меня не знает, спрашивают, мои ли это прекрасные кудри. Я говорю, конечно, мои. А у меня вот эта вот гнива. Ну, и что, нормально, нормально. Волоса. Все линии подходят к какому-то завершению, и это можно начать прослеживать с самого начала. Дядя Боря Валентина, Регина Гриша, я, Саша, Лиза, Лев Глебович, моя мама. И они понемногу начинают сплетаться и заканчиваться. Как-то, но заканчиваться. Для того, чтобы что-то окончить, нужно определенную разность потенциала вызвать в финал. Для этого, да, повышаются ставки, повышается серьезность. И вся эта проблема у того же дяди Бори и Валентины, история с тем, что они решаются завести ребенка. Потом, как это часто бывает, что-то не складывается. И потом, когда они вроде бы уже решили, что вот, ну да, они сделают большое благородное дело, усыновят ребенка, выясняется, что на пути у этого благородного дела стоит множество преград. Намеренно осветили эту часть истории, потому что тоже, нам кажется, это важно. Помимо того, что мы хихикаем и смеемся, о чем-то говорить такому, что нас волнует. Касательно Гранда, наверное, у меня любимый персонаж дядя Бори. Вот он как появился еще в отеле Леонов. Он появился как маленький второстепенный персонаж изначально. Просто странный какой-то дядька, который ремонтирует все, что сломалось. Но потом, когда мы утвердили на эту роль Владислава Ветрова, этот персонаж стал забирать себе все больше и больше экранного времени. И постепенно стал одним из главных героев. Соединение артиста с персонажем дало такой удивительный эффект. И персонажи с какого-то момента, они перестают подчиняться авторам и начинают жить собственной жизнью. И он же как бы человек чести на самом деле. Не всегда это получается. Но это вот очень характерно для мужчин Советского Союза. У них есть такой запал и уверенность. Но как достичь той или иной цели, вот методов не знает. Но он простодушен в своем порыве, иногда глуповат. Ну, это тоже должно быть очень трогательно. Ребята, вы точно на одном языке разговариваете? Что-то у вас как-то пока... Здравствуйте, Григорий. Борис Александрович, здравствуйте. Мне бы бутылочку вина подобрать. Есть у нас такой персонаж Гриша. Так вышло, что я вообще в жизни очень увлекаюсь вином. Вот с этим персонажем мне грустнее всего расставаться. Один, кстати, знакомый из мира вина. Посмотрев, начал узнавать, а что это за сомелье? Откуда? Это из Украины парень? Почему я его не знаю? То есть настолько он убедительно все это исполнял, что показалось людям, что мы откуда-то просто вытащили человека, который все это знает. Я честно вам скажу, я не учился правильно за все три года открывать бутылку. Я постоянно с платьбайка слышу, что ты делаешь? Давай я сам. Устами этого героя озвучено мое предсмертное пожелание. Чтобы мой прах развеяли над виноградником в Фриорате. Это Испания. Из винограда, который соберут в год моей смерти, сделают потом партию вина Мизерере, который выкупят мои дети и будут наслаждаться вином, вспоминая отца. Это мое завещание. С этим вином отлично сочетаются сыры мягких сортов. Моя героиня находится в серьезном положении. Это накладывает отпечаток на всю сюжетную линию моей героини. Она как-то тоже должна устроить свою жизнь, понять, кто настоящий друг, а кто нет. Интересно было написать, как Григорий и Регина вот с этим треугольником, а если брать еще и ребенка, то с этим квадратом разберутся. Это было интересно. Мы довели, мне кажется, Григория. У него должен быть нимб. Есть такие люди. Я не встречал. Но человек, который делает вот такие поступки, должен быть канонизирован. Принять в семью абсолютно чужого ребенка и полюбить его как своего. Юрок, может, ты мне попробуй? Давай. Вот так-то лучше бы. Не менее жалко расставаться со всем остальным коллективом. И со Львом Глебовичем, с Александром Блыковым, который стал нашей огромной победой. Если бы не было его, то не прожил бы столько сериалов, потому что он, став хозяином отеля, он стал одновременно хозяином франшизы. Это был такой огромный гвоздь, на который мы повесили грант. Жалко с ним, невероятно, оставаться с этим персонажем. Мне нравится, что его полюбили сценаристы, которые начали его осторожно выписывать, как совершенно такого сумасшедшего персонажа. Я люблю, когда в персонаже нету какой-то законченной перспективы, горизонта. Когда он куда-то туда отправляется, потому что неизвестно, что там. И он все время нацелен на это, такой персонаж. У него нет понятного конца. И это как-то все поняли, это всех устроило, потому что тогда он может уводить в какую хотите сторону. Это, мне кажется, самая основная черта Иван Григорьевича. Он бесконечный. Мирись, 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 и больше не дерись. Рита Федотова. Она просто стала более человечная. Она в этом сезоне, ей дали глубины. На самом деле, мы подписали следующий сезон. Соответственно, нам надо было за этот сезон создать арку, в которой она из вот такой вот стервы, коей она являлась, станет путем каких-то жизненных обстоятельств человеком со знаком плюс. Это было очень интересно. Элизе играть. Рита захотела быть управляющей. Она все-таки заслужила это право и заслужила искренне его, по-настоящему. Мы ее в дальнейшем бы ввели к любовной истории, но не довели. Но вот Юрий Сергеевич, классный мужик. Признались, может быть, что-то и получилось? Классный, но не мой. Сюрприз! Едешь на Мальдивы! Если чувства настоящие, то расстояние их только укрепляет. К тому же мне появляется возможность пожить на Мальдивах на халяву. Всегда наши герои, которые куда-то отправлялись за пределы отеля, они из истории пропадали. А тут мы, в общем-то, проанализировав, как это в жизни бывает, поняли, что так нет же, вот все общаются, все при помощи видеосвязи. Мы это придумали до пандемии, до того, как это стало настолько явно и настолько бросилось в глаза вообще. И появилось такое количество скрин-лайф-проектов. Было так боязно. Представляешь, наш атель весь острый зной. Каждый день на работу через пляж хожу. Отдельный такой мой благодарственный, большой поцелуй за Мальдивы. Изначально это должен был быть Париж. У нас с Парижем своя любовь, но в нашу жизнь ворвалась пандемия, и мы очень долго думали, а как же, что в Питере снимать, Париж на Хромакее, нет, это все плохо. И так случайно вышло, что вот в этот период были открыты Мальдивы, чуть ли не единственная вообще страна, в которую можно было улететь. И мы придумали переписать все под Мальдивы, и получилось даже, на самом деле, лучше. Вот контраст белого снега под Москвой, белого песка, тепла, Мальдив, вот даже, все, что не происходит, все происходит к лучшему. Получилось, что Дмитрий Владимирович не смог полететь на Мальдивы, полетел я в качестве режиссера, мы маленько, очень грубо полетели. Самое сложное, на самом деле, кто бы что ни говорил, во-первых, ты летишь туда 9 часов, там ты 2 дня, с 6 утра до 8 вечера, чтобы успеть в свет, снимаешь 2 дня подряд, и на 4 день улетаешь 9 часов. То есть это, это не отдых, но самое сложное было, это солнце, которое тебя просто плавит. Наверное, самое сложное даже было не бросить все и не нырнуть в воду, потому что очень хотелось это сделать. 11-22-B, добыль-2, приготовились, и уже берешь, начали. Эй, ну не отвечаешь, я дай тебе даже что-то не притворенно. Даня Батучак, это наш оператор-постановщик, мы с ним не сидели, не валялись на шезлонгах, а мы ходили, искали какие-то красивые места, потому что у тебя там вот такое количество сцен, и желательно за это количество сцен за 2 дня показать, там же растягивается на 10-11 серий, показать максимально разные какие-то ракурсы, красоты и так далее. Там очень быстро проходит закат, он длится минут, наверное, 20, именно сам закат, самая красивая его часть. Я помню, как мы вот, как на старте, как бегуны, все уже подготовили, встали камеры, все, все отрепетировано, ждали, когда в точку А придет солнце, и нам надо срочно сделать там 3 дубля, у нас больше его нет, потому что завтра мы улетаем. Та же поездка, куда-то вырваться за пределы отеля, это то, что получилось сделать, хотя казалось изначально, что это какая-то вообще авантюра. Для бюджета сериала выехать куда-то, ну нет, ребята, вы что-то какую-то ерунду придумали. Казалось, большой авантюрой выстроить такую декорацию, которая у нас была последние 3 сезона. То есть, когда мы увидели первую визуализацию на компьютере, как там будет, мы такие, ну, наверное, вот так же прям не будет, а получилось прям вот так же, и это как раз то невероятное, что вот меня поражает, как мы сумели, какая крутая команда, на что мы сумели это выстроить. Еще одна. Заявление нет. Мерсибуку, простите. Сложные смены это когда у тебя вдруг в серии написано так, что все персонажи сошлись в одном месте. У нас была смена, в котором собирались все персонажи, и судя по их ограничениям, так, чтобы они были все вместе, у нас было ровно 2 часа. А нам надо сделать общий план и показать их всех. Вот эти моменты для нас, как для производства, невероятно были сложные. Я говорил, что предыдущий сезон это экшен, нет, ребята. Экшен это пятый сезон. Юра обычно всегда сам все трюки выполняет. Хулиган. Юрец! Молодец! Главным героем второй части сезона становится именно он. Оказывается в центре событий. Через него мы рассказываем историю Ксюши. Конечно, цели угробить артиста у нас не было, но он парень опытный. Катался, прыгал, стрелял до этого. С легкостью с этим всем справился. Ну да, в финале там прям такой трюк у нас падение, жуткий мороз. В Гранде было очень много перестрелок в этом сезоне. Может, там какая-то игра прикольная вышла, и сценаристы так вдохновились, что решили везде встали. У нас была фантазия, все друг друга убивают. Перестрелка была вот как во взрослом кино. Все были так неожиданно удивлены, потому что когда снимаешь боевик, это нормально, а тут Гранд, понимаешь, тут все всегда мило, романтик, комедия. Отлет, и вот это все. Хочешь совет? Не стреляй в мою дочь. Пиротехника, выстрелы. В этот же момент, когда стреляют, надо, чтобы отдача была. Сложно постановочно, а в эфире это у тебя будет секунд 10, а ты снимаешь это часов 6. Я испугалась. Было не так страшно, как я думала. Во-первых, это было громко, и это разного вида оружия. Когда рядом с тобой что-то стреляет, понятно, что это оглушает очень сильно. У нас все актеры были в берушах, чтобы это никак на них не повлияло. Есть люди, которые боятся вот этой посадки, которые просто у тебя взрываются вот здесь. Когда тебе говорят, ну давай на тебя наденем, в этот момент возникает ощущение, что а может, ну как бы и не надо, и кое-кто отказывался. Как ты мог. После первой посадки меня оглушило наполовину, у меня левое ухо не слышало. Потом двумя следующими посадками меня окончательно оглушило, и поэтому, когда были все эти... Да, когда-то курицу убивало в кадре, даже був-був, просто и перья разлетались вообще. Да, это было очень смешно. Я потом понял, что это. Это была салфетка. Салфетка, которую проложили между моим телом и самой посадкой. Я просто не думал, что, почему эти перья полетели в момент выстрел? Ты как будто там пушапчик где-то прячешь на груди. Просто убила куря, короче, в кадре. Ну, мне понравилось. Я бы повторила, у меня такой был маленький пистолик, так пю-пю. Пинбол был достаточно сложный. Сложный был, потому что надо было умудриться стрельнуть реально в Сашу, но при этом, конечно, не попав в какие-то определенные его части, потому что он говорил, нет, только я. Все выстрелы, они делались нашим прекрасным режиссером Дмитрием Грибановым. Это был, наверное, единственный человек, которому я бы доверил стрелять в себя. И он по-настоящему меня расстрелял пинбольное ружье. Ты что-то не падаешь. Хорошо? И горел я, и врезался на машине, и принимал даже коньячный душ. Но сложнее, конечно, это лирические линии с Натальей Щукиной. Ну, как сложнее? Если можно где-то подурачиться, но сделать весело, трогательно, это сложнее. чем просто сделать какой-то трюк или гэг. Делали много каких-то невероятных вещей, которые случились. Начиная от прихода звезд каких-то, которые тоже казалось, ну, не придет Киркоров или там Крит какой-нибудь не придет, или Валерия, ну, что... Ну, это мы же сериал. Оказывалось каждый раз, что люди там знают нашу историю, с удовольствием приходили сниматься. В этом сезоне очень много флэшбэков, очень много фантазий. видимо, наших сценаристов вдохновил молодой папа. Это на самом деле была введена фишка еще, да, со времен кухни. Нам это очень сильно всегда нравилось. Там стали появляться потом отдельно серии пародийные, которые пародировали целые жанры кинематографические. Была серия, где были зомби. Мы даже сами себя передавали приветы последнему богателю внутри Гранда. У нас там была сцена, когда они все встретились в костюмах из последнего богатерия. Настю ножны постирал и мы сели, видимо. У нас в этом сезоне была прекрасная отсылка к Kill Bill. В последнем сезоне была целая серия Doctor House, когда Юра пытается разобраться в этой сложной болезни Глебовича. Но с другой стороны, 2004 год, Doctor House. Кто сейчас из молодежи вообще его смотрел, я не знаю. Юрец, ты, конечно, молодежи. Во всем разобрался, прям как Doctor House. И мы никогда не смотрели на это с точки зрения, что мы это откуда-то берем и просто пользуемся этим. Это всегда просто вызывало смех, потому что мы возводили подобные сцены в абсурд всегда. Но самая смешная отсылка все-таки была не откуда-то в сериал, а из сериала в кино. Во второй части Богатыря мы утвердили на роль главного злодея Ветра Владислава. Он появлялся очень коротко в человеческом облике и очень много в компьютерном облике. Он играл такого колдуна, который тысячу лет пролежал под землей и стал таким трухлявым пнем с руками, ветками, длинными ногами, какими-то страшными голубьими глазами. В конце второй части наш главный герой Иван побеждал нашего роголеба, его там так звали, и он превращался в труху. И в самых последних кадрах ехал работник на машине такой сметающей и сметал вот эту труху. Это был Айбек. Когда Айбек подмел дядю Борю, вот это было самое смешное. Рис, хочешь совет? Боже, я вообще для сезона хотела сказать. Все хотели. Когда мы придумывали, а что делать дальше с Теремолеон, понимали, что история Даши Канаевой закончилась, нам нужна новая героиня, и мы искали, кто. И когда мы увидели Нилу Сиватскую, мы сказали, о, а вот классная девчонка. Но она ведь тоже у нас пришла из последнего богатыря. А давайте придумаем, как ее вести в наш мир. И потом вспомнили, что дядя Боря несколько раз упоминал, что у него есть дочь. Какие-то старые-старые серии. Для меня самое невероятное то, как за эти пять сезонов героиня изменилась, визуально изменилась, у нее изменился взгляд, поменялась подача, она повзрослела. Лев Глебович, все-таки надо поговорить. Не сейчас, Симпопулька. Нет, сейчас. За все пять сезонов я воевала за костюмы Ксюши. И вот в пятом я наконец-то отвоевала, хотя бы, чтобы они на мне сидели нормально. И для меня это типа ес, успех. Смотрите, какая прическа у Ксюши, мы наконец-то ушли от зализанных хвостов. Это такой для меня важный пунктик в пятом сезоне. Мне кажется, Мила сама в жизни очень многое взяла от Ксюши, а Ксюша, естественно, взяла от Милы. Она сама по себе повзрослела за эти пять сезонов, она организовала бизнес, для меня это экстрасовременная вообще история. Очень феминистическая история, потому что традиционно героини в нашем кино ищут любовь и все ради этой любви делают. А наша героиня не такая. И сам финал истории о том, что она не осталась ради мужчины в месте, где мужчина работает, а мужчина ради нее уехал туда, где складывается карьера у нее. Мне кажется, что это как манифест, очень важная вообще штука, которая показывает, что вот так тоже можно. Ксюха классная. Я где-то в душе надеюсь, что многие девочки, именно девочки, которые смотрят Грант, что они черпают какую-то возможно силу, вдохновение для каких-то своих действий. И я там в директе иногда получаю какие-то большие сообщения и такая типа серьезно, тебя это вдохновляет? Это очень классно. Ну что она такая не я ничего не могу, я умираю, я тебя люблю, я не знаю как жить. Нет, как бы иди в жопу, я сама все классно. Ты понимаешь это теперь? Я не сменял тебя. Но в первый раз изменил. Все, и шестой сезон. Мы иногда не встречались. Так, иди в жопу. Давай, иди. Я не знаю, сколько она смотрит в цифрах на старте, но если так задуматься, это такое огромное количество людей, и они как-то относятся, как-то думают, им нравится или не нравится, но они есть, и они знают, что ты существуешь, и что есть такой сериал «Грант». Я уверена, нас кто-то смотрел, когда ему очень плохо, или кто-то смотрел, когда хорошо. При любых жизненных обстоятельствах люди включали и смотрели «Грант», и что-то из него брали. И когда ты это все начинаешь понимать, это так как-то сыгодно немножко. А, давайте дубль. Я хотел бы, конечно, за эти годы поблагодарить всех неравнодушных в социальных сетях ребят, которые и пишут сценарии, и видео монтируют. Колоссальную работу они проводят по поводу каждой серии, поворота сюжета. Что бы там ни происходило, всегда находят отражение либо в Инстаграме, либо в Фейсбуке, либо в ТикТоке. Чего они не знают? Я думаю, что они все знают. А тут мы их ничем не удивим вдруг и не огорошим. Столько вложено труда, столько сил, крови, пота и всего остального, когда ты смотришь на экране, кажется, что все так легко, все так спокойно. Я просто вижу, как это изматывает, как это просто физически истощает людей. А съемочный процесс, ну, слушайте, это 68 смен с 7 утра до 10 вечера. Для тех, кто еще живет в Москве, есть люди, которые живут за Москвой. Люди спят по 3 часа, мне говорят, в день. Я могу прийти там каким-то помятым. Актер, ну, ему нельзя так, он должен прийти, он должен быть вот таким выглаженным, счастливым, он должен давать эту энергию. Ну, это очень сложно. Вы можете просто взять любого из группы, ладно, актеры, они их готовят, в первый день съемочный и в последний. Вот так поставьте, это будет 30-60-летние люди. Вот такая вот разница. Клянусь. Работайте. Рингтон, сними. В этом сезоне я начала носить капы, из-за этого у меня меняется прикус и какие-то буквы, к сожалению, некоторое время не хотели произносить это слово совсем и у нас была сцена, где я должна была два раза сказать в Швейцарии, но я вообще не могла сказать. Поезжай в свою я не думал, что меня возможно расколоть, но это случилось. За твою новую жизнь сцена. Ну как? Какого-то секрета про Гранд, наверное, я не расскажу, но люди точно не знают, какие мы на самом деле. потому что мы перед поклонниками предстаем в виде наших персонажей. И я думаю, что всем было очень интересно узнать, какие мы на самом деле вот в жизни, как выглядят эти артисты на самом деле. А что ты не так танцевал в латексе? Я лучше танцевал. А можешь левой рукой? Это левая. Это левая? А давай тогда другой левой рукой. Вот другая левая. Итак, ладони вверх. Многое остается, конечно, за кадром. Да, да, да. На колесе смотрите оба за. Сюрпризы товарищам. Шутки, анекдоты, прибаутки, чтобы все время находиться в форме, игривой такой форме. Очень смешно все написано. Невероятно нелепые ситуации, когда просто, а если еще появляется ветров в кадре, как партнер, все, это просто туши свет сразу. Это надо вспоминать какое-то грустное событие в жизни, чтобы не расползалось, потому что невероятно смешно. Люблю Хрепунова. Этот человек удивительного чувства юмора. С ним так легко работать, так здорово, потому что он ценит партнера настолько, что не дает ему говорить. Он смеется все время сразу. Ты еще не успеваешь ничего сказать, он уже все спрогнозировал и рассмеялся. Это вы мне сейчас вот прям в глаза брали мне! Сейчас вот с Владом, когда снимали эту сцену, говорили о том, что такой синдром самозванки, что такие большие артисты рядом, и я должна соответствовать их уровню, их профессионализму. Вообще, очень профессиональная команда. Она была с самого начала, вот с первой триллиона. Просто я помню, я пришла все-таки уже в такой достаточно слаженный коллектив еще в кухне, и это всегда трудно, когда ты приходишь, вот, ну, приходишь на съемки в другой проекте, уже все, все дружат, все общаются, у всех там какая-то жизнь, и тут ты приходишь и сразу так тебя прямо мощно так ставят, берут, ну, ты, ты себя чувствуешь частью этого механизма отлаженного. Очень здорово. Я вообще счастлива, что мне так повезло. Все же думали, что это будет вечно, все уже сроднились, мы уже своего рода такая семья, и все прямо с грустными глазами приходят и говорят, ой, почему, как же так, а что же дальше? Я говорю, ребята, все хорошо. Настолько близко познакомиться можно либо с друзьями, либо с врагами, а здесь даже уже непонятно, кто мы, кому друг другу. Мы устали друг от друга, и в то же время у меня последние восемь дней, сегодня предпоследняя смена, я вижу у очень многих такую тоску в глазах. Это тоска не только по хорошей работе, которая заканчивается, это тоска по какому-то миру отдельному, он был наш, он был разный, это была, ну, это семья, в одном слове, это семья. Это мой самый долгий проект, по-моему, чтобы я вот так работал, нет, то есть у меня, может быть, и были какие-то проекты, но мне не хочется, мне не с чем сравнить по состоянию комфорта того, что получилось по складыванию человеческих взаимоотношений, что в кино бывает, надо сказать, не так часто, ну, чтобы люди как-то слышали друг друга, дослушивали друг друга, воспринимали друг друга. Мы постарались создать такую приятную атмосферу, максимально профессиональную и в то же время максимально комфортную для всех. О, как хорошо лежать на кровати, очень хорошо. Многим очень нравится, и все, сравнивая вот нашу атмосферу в нас в коллективе и то, что мы делаем с другими, говорят, ребят, у нас прямо все хорошо. Приходя к нам на съемочный процесс, многие актеры удивлялись тому, насколько по-доброму, по-теплому, по-семейному у нас все обстоит. Просто подходили и говорили, слушайте, ну, прям завидую. На самом деле, мне сложно сказать, откуда это берется, это было на всех наших проектах, на которых я присутствовал, я на других не присутствовал, я не знаю. Может быть, меня как просто как какого-то домоменка передавался, как какой-то хранитель тайн. Безусловно, я старался вносить эту лепту. Лучшая команда ever! Я на самом деле удивлена, как мы за три года друг друга просто не поубивали. С первого сезона кухни немножко я побыл на площадке, потом, как он туда пришел, все сезоны кухни, все сезоны отеля «Элеон», все сезоны «Грант», «Аслан» это такая душа проекта. Я очень бережно отношусь к эмоциям на площадке. Я считаю, что гармония, которая должна создаться с помощью всех людей, это именно то, что в первую очередь делает классный продукт. к концу съемок, конечно, я уже чувствовала, что расставание близкое, и особенно те, кто снимались пять сезонов, там, Нила, например, Дима, который снимал, режиссер наш, Аслан, то есть, по сути, ничего не менялось, все как снимались, так и снимаются, но я чувствовала, что что-то, ну, что-то происходит, они как-то волнуются. Все становятся уже сразу какие-то более сентиментальны. Практически уверен в том, что мы и каждый из нас уже предвкушает вот это расставание, и от этого нам уже заранее грустно. Несмотря на то, что мы снимаем в очень таких житых условиях, для грусти тоже остается место. Ничто ее не вытесняет, даже вот такая напряженная работа. Ну, хочешь тройничок устроить, ты я и это расставание будет больное. Я не буду громких слов говорить, но это определенная связь. Мне такого человека в жизни очень не хватало. Ну, как он, как отец мне. Да, у меня папа умер 11 лет назад. Я бы хотел, чтобы отец был жив, чтобы я мог так с ним разговаривать, как я разговариваю с Александром Анатольевичем. Как вы уходите? Пойду. Счастливой вам дороги, а мы еще поработаем. Давайте, дорогие. Я так грущу, но светло, потому что, знаете, боюсь, не будет никогда такого проекта, потому что не бывает так, чтобы было вот и до все прекрасно, как здесь. А я так прощаюсь. Хожу все время, никому ничего не говорю, конечно, но прощаюсь. Задерживаюсь подольше, сижу в декорации. Рассматриваю, наслаждаюсь. Когда предлагают выпить винишко, больше соглашаются. То есть, такие, блин, финальный сезон, наверное, я посплю в другой раз. И начинаешь, мне кажется, ощущать вот последние недели, вот последние 10 смен, которые у нас есть, уже как-то нет смысла ругаться, нет смысла спорить, нет смысла выяснять отношения. Ты такой просто приходишь и понимаешь, что ты там на этого человека смотришь три года. Вот у нас Валя звук, он у нас первого сезона. И я там иду с кофе, и Валя идет с кофе, и ты просто идешь, улыбаешься, он тебе улыбается в ответ, и это что такое? В душе такое пиу. Я даже не хочу думать о том, что это последний сезон. У меня просто разорвется сердце. Когда ломали отель «Леон», павильон, Влад Ветров туда проник, и снял на телефон, и я говорю, я вот, я говорю, как ты это выдержал, потому что, ну это, я вот даже представить себе не могу. Здесь же второй павильон был, домик персонала выстроен, и когда я увидела, что там все разрушили, и вообще уже там какой-то стоит другой выстроенный павильон, у меня было ощущение, что ко мне домой пришли, вынесли мои вещи, и там поселился кто-то другой. Вроде бы мы простой сериал снимаем, комедийный, ничего сверхъестественного, то есть все вроде как должно быть просто, а как-то все так очень глубоко, душевно. Ты уже плачешь? Да нет, у меня в глаз что-то. Когда мы записывали последнюю читку, я подумал о том, сколько людей участвовало в этом проекте, у меня аж мурашки побежали. Вот искренне говорю, это сотни людей. Человек 300 точно, я уже молчу, сколько у вас в офисе сидит, я же их вообще никогда не видела. На шапке после четвертого сезона ко мне подошел какой-то мужчина и такой, как приятно с тобой вживую увидеться. Я говорю, здрасте, а вы кто? Он говорит, блин, милая, все твои прыщи замазываю в каждой серии, на каждом крупном, уже 4, ну типа 4 сезона. Я такая, привет! Я стараюсь с ними что-то сделать, она говорит, и я иногда замечаю. 9, 8, 7, 6, 5, 3, Это грустно мне, как поклоннику этого проекта, потому что я бы за этой вселенной наблюдал бы бесконечно. 10 лет, такая глыба, это же уходит не одна история, это же уходит такая вселенная, это же получается у нас 6 сезонов, 3 сезона, 5 сезонов, 3 полных метра, как Марвел, грубо говоря. Я начал грант с самого начала, и вот его получилось, как мне сказал один из продюсеров, ну и топить его буду я. Дайте я хоть раз перекричу его, его невозможно перекричать. Минуту дать мне. Я хочу говорить больше, чем он. Он никогда не отнесся. Конечно. Минуту мне. Дайте мизансену, дайте поруководить. Ставьте, пожалуйста, разную мизансену. Это хорошая, своеобразная школа, и, ну, я очень благодарен, конечно, всеми ребятам, и вообще проект. Вы целуетесь, целуетесь. Я его раз, как те, кто будет садиться сюда, те, кто будет садиться сюда, должен сбить эту вазочку. Грант стал для меня примером, как нужно и как правильно. Для человека, который там серьезно связывает свою жизнь с киноиндустрией, попасть сюда была огромная удача. И это невероятный опыт для всех. И там для меня, как для актера, хотя, казалось бы, там у меня сейчас на данный момент где-то там плюс-минус 40 с чем-то проектов, когда я увидел, что для руки бармена ставят специальную зеленую подставку, чтобы в кадре, который делается через его руку, у него рука не дробнула на секунду, я подумал, ого. Но на таком уровне даже вот задумываются о таких мелочах. Чего уж говорить о сложнопостановочных трюках, которые здесь так здорово воплощаются. Ты же сказал, что он успокоился. Да, так и было. Я и вколол ему диазепам. Просто он потом виски выпил. Да, можно. Соколовский по школе супруна поработал. Все разлился, сломал. У меня такое ощущение, что я как будто заканчиваю университет. У меня просто школьного выпускного не было. Я училась экстерном. Когда я выпускалась из универа, началась пандемия, я была на съемках четвертого сезона. И вот у меня вот сейчас такое ощущение, будто вот это и есть выпускной. Так, это прошел, это прошел, это смогла, тут могла. Все, молодец. Найд диплом. Пока. С Богом. Спасибо всем огромное! Я не знаю, почему я буду больше всего скучать. Наверное, по этой атмосфере, по всей команде, даже если это шестой день, шестидневки, я не встаю с таким ощущением, что на работу или еще что-то. я иду на площадку как на праздник, можно сказать. Стоп! Ну что, все? Да, ребят, спасибо всем огромное! Материковая часть проекта Гранд закончилась, я вас всех поздравляю! Когда сказали стоп, то, что я увидел в лицах людей, слушайте, ну ради такого стоило 10 лет жизни отдать, правда. Я первый раз видела, чтобы люди, то есть все рыдали, все просто, и мужчины, Саша, Саша вдруг заплакал во время дубля, Нила просто не могла сниматься, рыдала. Еще мы снимали просто сцену такую, понимаете? Мы снимали самый финал. Вам нравится смотреть на женские снижки, что ли? Я оборачиваюсь, стоят все персонажи Гранда, все те, с кем мы бок о бок провели несколько лет, и они машут. Они прям вот стоят такие и машут, и ты такой, нет. А я вот на вот этом, как только Лев говорит, ты моя навеки, симпапулика, и он делает это с такими паузами, и снимает его крупный, меня не видно, а они... Ты поняла, да, что он тоже прощался и с проектом, и с тобой, и со всеми вообще? Это было очень трогательно. Это когда не нужно играть ничего. Вы навеки моя, симпапулика. Мне будет не хватать этого дурдома. Абсолютно. Как знали, да, что написать? А, стоп. Ребята, да, у нас эта сцена снята. Вот и все. Спасибо. Чего зрители не знают о Гранде? Не знают, как бы это все дальше было. А мы знаем. Мы придумали, как бы это было дальше. В коллективе отеля Гранд есть потенциалы. Там еще можно придумать много историй. введя туда нового героя или новую героиню. Но случится ли это? Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok